Ну священные знаки, священные символы. Ну какие священные символы? Ну вот шумы, расслабления, заработы, на боях, например. Вот в частности тоже, если я не выбор неправильного выбора. Нет, с этой точки зрения я вообще не хочу подходить к этому вопросу, потому что мне, чтобы там узоры правильно пересмотреть, надо поднять вашу число Божью карту, посмотреть, что там, потом с соответствующим таблицем посмотреть это все в соотношении, какой там будет знак улыбаться. Но тот знак, который вы выбрали, он больше соответствует какой-то молодой девственнице. Ясно. По крайней мере тот, который вы показывали. Ну да. Тогда мы к этому вернемся немножко в другое время, немножко по-другому. Я понял. Очень интересно про знаки тоже послушать. Какие именно? Суть ответа. Нужно конкретное показывать? Ну, не обязательно. То есть, например, в Ведах говорится так. Дух определяет сознание. Сознание дает мудрость. Дух, сознание и мудрость создают знаки. Влияя на сознание, знаки влияют на дух. Так они определяют действительность. Вот эта фраза, это цитата из Вед. Там нет названия у этого писания, но оно большое, и это как энциклопедия разных знаков и их применения. То есть, доска, она разделена на ряд таких, как отделений, и там изображен знак и написано. Означает то, использовался тогда-то, так-то, делается из того, из того, а вот так и там, и из этого использоваться и делаться не может вообще. То есть, короткая такая, как энциклопедия, и там это несколько раз повторяется. Соответственно, в этой брошюре это написано сзади. Но как такой очень благоприятный знак, возможно, далеко не самый благоприятный знак, но один из самых благоприятных знаков, это знак Раты. Вот он сверху, вот же его разновидность, вот его разновидность, на камере его две разновидности. Он означает нашу прародину древнюю, гиперборею. И кроме того, если внимательно к нему присмотреться, то символика гипербореи, вот ее карта, это только поверхностная символика. На самом деле, он означает год, также, разделенный на 4 сезона, состоящие из 3 месяцев. Смотрите, где эта символика заключена. Видите, здесь, как такие полуовальные образования, в которых находится круг и 3 прямоугольника. Можно. В таком виде он дает большую силу. Также, если вы его разделите, внимательно присмотритесь на 4 переплетения, тройственные, которые находятся на каждом из концов этого креста. Они означают единство сил, праве, яви и наби, силе и славе Всевышнего Ра. Также в этом знаке является значение 4 богов Сварги. А Сварга – это вселенское пространство, в котором находится вся Вселенная, в котором она удержана. Здесь, в принципе, можно с разных сторон подходить. С другой стороны, смотрите, есть внешняя окружность и есть центральная точка. То есть центральный шар, центральный круг. Это получается знак Солнца. Точка в круге – это знак Солнца. Крест в круге – это знак Истины. А также знак нашей Северной Прородины. Это очень благоприятный знак. Советуется в ведах его носить на шее. Но советуется не только носить на шее, а использовать в качестве символа и вышивки, и вывески, и влетье, и так дальше. Есть ли вышивать каким цветом или лучше вышивать? Это зависит от ваших потребностей. Тоже серебро? Это зависит от ваших потребностей, конечно. То есть, как правило, я его стараюсь делать солнечным. Я знаю людей, которые, наоборот, его делают только исключительно чисто черным. Ну, прекрасно, но хорошая серебряная, хорошая, позитивная. А еще, ну, скажите, как объявил будет. Ну, да, и там именно для того, чтобы зафиксировать направление к истине, подчеркнуть истинность. Да, там как-то… Вот один человек, в принципе, и работает приблизительно в таком направлении, и он себя окружает только черным цветом этими знаками. Есть такое, да? Нет, ну да, это его специально. Если взять кельта, то они столько разновидностей этого знака сделали, что я даже не смогу описать каждую из них. Кельтский крест — это же знак. Последний. Некоторые варианты индийских мандал тоже, это же знак. Я думаю, что они просто сохранились в лучшем кельтах, а вообще были воспользованы у всей Северной. Да они по всему… Знак Раты, он присутствует практически во всех традициях. Я чуеваю. Вот в готовящейся книге Рата Гиперборея, у тебя и украинский прототип есть. Там сколько разновидностей археологических привел, где полно разных знаков Раты в разных народах. То есть археологически это можно столько всего привести, настолько точно доказать, что тут уже ни один ученый не сможет сказать, что мало доказательств или что-то надумано. Они-то сказать смогут, но это легко опровергнуть. Полно этих знаков, все древние народы их почитали. Это священнейший крест наших предков, который существовал задолго до христианства. Ну, я и казацкий видел крест наподобие. Ну, то другу гаджу чуть-чуть символик, а то крест свинтовидка. И еще, внимательно присмотритесь к середине этого знака. В нем можно разглядеть также и свастичную символику. Но здесь свастика идет сначала в одну сторону, потом в другую, потом сама в себе. То есть, когда свастика направлена или в одну, или в другую сторону, то это получается однобокость какая-то. Здесь она сама в себе, и она разносторонняя, многогранная. Поэтому это еще сильнее усиливает и делает этот знак более универсальным. То, что нам надо благословение, нам надо благо какое-то, он поможет нам в этом. То, что надо уничтожить демонов, он и в этом поможет. Он многовекторный, многогранный. На обложке брошюры «Священные знаки славян» вы видите также священное трясутце. Сейчас оно называется «Трезубец». Изначально это трясутце, то есть не от слова «тряска», а от слова «трясути». Трясутие. Он помещен в священную звезду Девятиславной Истины, которая повторяется дважды, то есть получается восемнадцатиконечная звезда. И он также защищается четырьмя хранами. Храны – это могущественные живые существа. Самый близкий такой понятный современный аналог – это те, кто в христианстве называется как? Херувимы. 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 Нет. Херувимы, слышали? Херувимы. Херувимы. Дашь Бога. Дашь Бога, сварах, род, ра – это все один и тот же. И четыре храна. И все это помещено в квадрат, состоящий из цвастичного орнамента. Но квадрат не дает ограниченность. Квадрат с входами, с выходами – это не является каким-то замкнутым пространством. Поэтому это как тоже один из древних священных знаков наших предков. Если взять брошюру, то тут я привожу несколько разновидностей знака раты. На первой странице я привожу знак, который называется сварата, то есть самодостаточная рата. Но есть более облегченный, более упрощенный вариант раты. Вот он. Простая рата. Вот здесь несколько кельтских вариантов раты. Это называется святой знак раты. Или также в некоторых вариантах она называется трехславная рата. Она, кроме того, что имеет все качества других знаков раты, она еще способствует исцелению. И вот, например, изучая данные по музеям, как Украины, так и России, я заметил, что есть очень много упрощенных ее вариантов. Это я нашел в Киевском музее, это я нашел в нескольких московских музеях. Сейчас фотографии эти уже в следующем издании брошюры будут присутствовать. Они уже даже на сайте есть. И вот внизу вы видите еще знак, который называется «Малая промысловая рата». Вот же он у меня на поясе. Все это разновидности знака раты. На третьей стороне. Здесь вот смотрите, это еще в марте то, что в музее Москвы удалось найти. Разные разновидности древние знака раты. То есть вот они официально находятся в Московском историческом музее, то есть крест в круге. И к христианству оно как-то не имеет никакого отношения. Оно было задолго до христианства. Это четко наши древние священные знаки. Как видите, первый – это знак, который приписывается еще к древним временам. Второе – это приписывается Саураматской династии. Дальше знаки, приписываемые восточным свалянам, им тоже всем тысячи лет. Так что все это древнее, все это… Но если бы это была какая-то подделка, то в музей просто бы не поставили. То есть это понятно так же же. Вот здесь также приведены несколько разновидностей аккантов, в центре которых знак раты. Это уже которые сейчас используются священнослужителями рахманской традиции. И в частности приведена черно-белая реконструкция женской одежды, как бы знаков соответствующих, которые там находились. И как видите, там у нее тоже обереги. Это славянка-вяточка, то есть тоже жившая около тысячи лет назад. У нее, как положено, акканта. В акканте присутствует священный знак раты, и в акканте еще присутствуют две луницы. Что такое луницы? Луницы – это священные знаки, связывающие с луной. Их носили, как правило, или женщины, или если их носили жрецы, это, как правило, не славянские жрецы, это последователи лунных темных пультов. А в женском варианте шло на чем? Ну, как более точная гармонизация женщины с природой. Ведь женщины и так с луной связаны. С луной и нацеплами. Да. Вот как бы помощь, гармонизация. Поэтому, наверное, не все и насеют. Дальше приводится знак девятиславной листии. Здесь он приводится в цветном варианте. То есть, это если мы делаем такую, как мандалу или янтру, то используем его в цветном варианте. Его можно разными цветами изобразить. Но это именно цветной вариант, самый возвышенный, самый изначально соответствующий именно ему, именно этому знаку. Также здесь приведены два варианта серебряных, как она может выглядеть. То есть, когда она большая, красивая, детализированная. Или когда она такая более поменьше. Кроме того, есть такое описание, что в древности один из наших князей не знал, что делать. Ему было очень тяжело, и он обратился ко Всевышнему. А это было скитское время. Святилище времен Скитии – это огромный такой священный меч крестообразный. Этим мечом никого не резали, просто он стоял, он больше роста человека был. Перед ним зажигался костер, агнище. И священнослужители, князья и люди совершали какие-то обращения. И вот этот князь видел, что отчизна в опасности, что делать непонятно, раздробленность практически. Остальным это не надо, они думают, что их нахата с краем и так дальше. Он обратился ко Всевышнему. Всевышний, во-первых, дал ему ответ, во-вторых, солнце заходило, и оно засияло. Оно как бы сзади этого креста меча засияло. Получается, меч был на фоне солнца, и оно засияло именно девятью лучами. И говорится, что даже цвета там переливались. И поэтому хоть знак девятиславной истины намного древнее, но это как бы обновление значений этого знака. Дальше представлены разнообразные уже свастичные символы. Кроме них есть такой гармонизирующий знак, который называется Шанакси Добра. Страница 13. Он очень благоприятный для гармонизации, независимо от пола, независимо от материалистичности или духовности человека. Просто в зависимости также от пола и в зависимости от более склонности к материализму или к духовности, он дает соответствующие плоды. Но это он дает не так, что вот мы на шею повесили, и из него эти плоды сыпятся. Чтобы он работал, во-первых, желательно его носить, тогда как аркан силы он будет уже действовать. Во-вторых, есть вот он в цветном варианте. Желательно тоже его как-то использовать, смотреть на него, медитировать, вдумываться в его значение. Медитация тоже бывает разных уровней. Бывает медитация просто, когда мы тупо смотрим и пытаемся мысли остановить или мысли уничтожить. Бывает, когда мы уже не пытаемся это сделать, пытаемся мысли именно направить на объект медитации. И бывает, когда мы мысленно уже соединяемся с объектом медитации, входим в него, он входит в нас, взаимонастраиваемся. Вот при такой медитации он будет давать, конечно же, плоды. Матерь Слава – следующий знак. Это знак, изображающий Богородицу, Мать всех Богов. Она в славянской традиции называется Рада. Силой славы Всевышнего Ра. Она у индусов называется Радха. Она у египтян называлась Ртауи Сехме. Также она называлась многими другими именами в разных народах и традициях. Здесь она изображена в проявлении Матери Славы. Ну и дальше приводится и описывается опять Трисуття, то есть знак трех сущностей, Триединства, Троица, Триглава, Тримурти. Даже помните, в Египте также было знание Троицы. Хеприатумра изображалось, то есть как Триединое Божество. И поскольку этот знак был чрезвычайно священным для наших предков и, соответственно, распространенным, то он стал гербом Ирюриковичей. Как герб Украины, он без девятиконечной звезды. И отсюда вы его уже взяли как герб Украины. Но он может и сам по себе существовать. Просто здесь для улучшения, для того, чтобы лучше он проявился, он сделан с девятиконечной звездой. Он и сам по себе самодостаточен. Например, в вышивке он очень часто сам по себе используется. Вы можете открыть страницу сорок девятую, и там увидите некоторые такие орнаменты, связанные с трезубцем, где изображены нисходящие соколы. А без звезды он еще не имеет. Что? Без звезды он не имеет такой силы. Конечно. Государство и выиграло бы, если бы поместило его в цивильдор. Государство-то выиграло бы, а вот вредители, которые там сидят, как раз не хотят этого. Возможно, даже подсознательно. Потому что во власть лезут же те, которые хотят денег, хотят власти, хотят, чтобы их почитали. И уже как бы у них получается дисгармония с этим знаком. Они думают, что бы отрезать, чтобы он на духовность нас не направлял. А ведь еще такой интересный нюанс, что это для нас он прекрасен, а для демонов он ужасен. Для демонов это три зубшивы, которые он им всекет, головы так бы жалостно, что они там все разбегаются. Кто куда. Ты говоришь, надо государственный герб начать вот так рисовать, да? Ну, это не государственный герб, это наш, как бы, изначальный герб. Мы можем сделать гербом в Украине. Поскольку он более соответственный, поскольку он более... Грубо говоря, испораненный знак от этого, который, ну, то есть, этот взятый за основу, испораненный, доведенный для безусства, теперь используют так. Предлагать народу везде рисовать государственный символ, который привлекает символ государства. Я не думаю, что многие разберутся в звездочках и всем остальном. Герб посередине, значит, все в порядке. Я предлагаю использовать это, как герб народа в Украине. Я бы наоборот так тут поверю. Я согласен, кроме того... Смотрите, Славянин, в чем дело интересное. Когда Гитлер взял своему государству свастику, его государство получило чрезвычайную силу. Если Украина возьмет этот знак, в чистом варианте, Украина должна быть с этим знаком. По-другому никак. Поэтому знающие демоны, они взяли его и чуть-чуть изменили. Я не думаю, что никого-то могут наказать за рисование демонов. То есть, ладно, они сказали так, пусть будет, но мы его все-таки дадим вам по-своему. А вот если его использовать в каноничном, в древнем варианте, он даст чрезвычайную силу нашему народу, а это далеко не всем понравится. Ну, просто пусть это будет очень интересный вариант. Просто пусть оно на воротах стоит, и пусть люди тут же шмаршрутно мимо ездят, и пусть у них откладывается это подсознание, и пусть это вот что-то их будоражит. Поэтому вопрос интересный, я же Рюрик. Я помогу. Интересно, что даже Рюрик Кровавый не мог его использовать. В таком виде. Ну, Рюрик, основатель Руси. Рюрик сам был хоть очень таким интересным князем. Он даже введен в текст славления, то есть мы ему провозглашаем славу, каждое воскресенье, когда проводим славление. Тем не менее, по духовности, у него были некоторые недостатки. Он иногда доходил до чрезвычайной жестокости в своих войнах. И описывается, что были ситуации, когда он просто буквально купался во Бражеской Крови. У Руси было очень множество врагов, они нападали на Русь. И поэтому ему приходилось это делать. Ему приходилось это делать, и из-за вот этой жестокости, из-за постоянных убийств он не мог использовать такой знак. Он стилизировал под тризуб просто знак Рарага, нисходящего вниз сокола. Потому что он из рода сокола. И, соответственно, вот. Он как государственный герб взял смесь именно трясутся и свой родовой знак. Но, в принципе, мои вот личные предки очень часто использовали этот знак тоже как свой. Именно этот знак. И детка, знаешь, что нужно? Найти в электронном варианте, чтобы было разрешение хорошее. Есть такое? Есть, можно поискать, да? Сделаем, чтобы было разрешение. Конечно. Хорошо, потому что из такого маленького размера очень сложно. Есть, есть. Для такого дела сделаем в каком угодно варианте, в каком угодно размере. Последний. Я бы тогда еще советовал, что возможно, ну это как мой просто совет, если получится на воротах, чтобы целиком это заделаться. Хорошо. С солнцем, четырьмя хранами и вот этим орнаментом. Хорошо. То есть оно намного будет тогда сильнее. Да, так он работает на расширение, так только вот. Но он в любом случае работает и на расширение, и на духовное развитие, на просветление. Я имею в виду на то, чтобы распространять информацию. Хорошо. Ведь у Рюрика был военоначальник, один германец. И он ходил за Рюриком. Иногда он носил герб Рюрика. А герб Рюрика одно время был очень похож как раз на древний герб. На этот знак. И тот германец медитировал на сам знак, и через это он со временем отказался уже от войны, нашел Рахмана и занялся духовной традицией. Ведах это описание есть. К сожалению, потом его убила Ольга, но все-таки он духовно разбирался. И он его назвал не святой, да? Не после этого прямо. Это уже как бы временные отрезки дальше пошли. Ведь известно же, что у Рюрика, это сын, это Игорь. Олег, он не был Рюриковичем, он был просто временным опекуном. Поэтому он был правителем. Вот некоторые сейчас путают, говорят Олег Рюрикович. Что это страшновато ощущается. В истории, во всех летописях, четко и ясно уточняется, что он просто тоже был... Ну, в деле всем до лампочки. Каким он был, кто он был. Нет, ну кому-то до лампочки, но некоторые пытаются сказать, нет, Олег Рюрикович. Нет, я тебе на уме немножко хочу сказать. Ученики в школе просто тупо учат то, что им написали. Да. Они работают в летописи. Еще стараются узнать, какие будут вопросы на контрольных, чтобы ответить, забыть это все. Ко всем там копытными и рогатым и пойти дальше. Поэтому давайте мы дальше пойдем. В 16-й странице. Да будет так. Он такой интересный. На 16-й странице. Вот. Здесь также приведен в черно-белом, цветном и серебряном исполнении священный знак с названием Аллатарура или поздний вариант – это Аллатырь. Сейчас, например, родовое огнище, одна из родноверческих организаций, вообще его взяла как свой герб. Упрощенный вариант. Ну да. На пол можно подвести? Ну нет. Этот знак, я видел его в таком распространении, широком, что он везде пользу приносит. Он в вышивке в колоссальном количестве присутствует. И кроме того, именно этот вариант знака Аллатара соединен с руной Кси. Поэтому тоже, как один из вариантов именно этого знака, это Кси-Аллатар название. Ты видел столик такой? Поверхность стола была выложена вот этим. Ну хорошо, хорошо. Поэтому он очень благоприятный. Также здесь приведенный знак с названием Бугударта. Или инглинги его называют Валькирией. Этот знак очень благоприятно носить женщине. То есть здесь есть немножко у некоторых людей неправильное понимание знаков, и того поможет или не поможет. И некоторые даже смеются над этим. Говорят, как там железка какая-то может помочь? На самом деле, железка никак. Если железка освященная, если там какой-то святой вложил в неё свою энергию, то да. Сама по себе железка никак. Но! Это железка может быть как арканом. Как тем, что к нам притягивает ту или иную энергию. И вот как в таком плане, это уже чисто научно. Можно провериться, но работает. Это есть. И тоже там говорят, вот, дайте знак, который защищает от порчи, то любой священный знак защищает от любого негатива. Вот в ведах вообще говорится, что если человек ведёт праведную жизнь, и к нему не за что порчи пристать, то она никогда и не пристанет. Ну как она может пристать? Как она не пристать? То есть, вот смотрите, всё во Вселенной сделано настолько гармонично, настолько прекрасно. ДНК, например. В нём разные сегменты, но они предназначены так, чтобы взаимосоединяться, взаимогармонизироваться. Тоже разные пола, мужчина-женщина, как бы развиваются по-разному, но вместе соединяются, и дальше продолжают род, дальше всё это идёт. То есть, даже вот здесь, смотрите, вот это, как бы, пазлы, мозаика вот этой, из которой состоит пол, здесь тоже оно сделано так, чтобы соответствовать друг другу. И Веда говорится, что на основе закона кармы, если наши качества, наши, не соответствуют качествам негатива, то ему просто не будет за что уцепиться, как к нам подсоединиться. Ну вот так. Здесь также приведен знак, который называется Дарада или Далада в разных вариантах. Есть его также названия, как звезда Дачбога Айлады, звезда Руси, ну или некоторые другие варианты. Он очень благоприятен. И было бы хорошо, чтобы семейные пары носили такие знаки, которые как раз сгармонизированы один с другим. Например, берутся два таких знака. Один потом носит муж, другой потом жена, но они изначально одинаковые, освещаются по-разному. Кроме того, что они освещаются по-разному, на них, возможно, руны соответствующие режутся, и они работают тоже как два элемента единой системы. Взаимодополняющие. Солнечный знак тоже очень благоприятен. Вот здесь приведены тоже некоторые разновидности аккаунта, которые можно делать, которые могут быть. аккаунта очень важна, и в частности, это известно было и у египтян. вспомните, как ходили фараоны или жрецы. У них еремная впадина, то есть кана, была постоянно закрыта. Почему? Это сделано для того, чтобы никакая нечистая сила не могла проникнуть. Робот, например, ноздри, уши, это тоже впадины в теле, но там есть как бы свои энергетические защиты, уже предусмотренные. кана является тоже своего рода как входом, но там организмом энергетических защит не предусмотрено. Поэтому проникновение туда очень легко. А так, это мне даже жалко того черта и ту нечистую силу, которую будут сунуть, чтобы она вот так влезла в человека, у которого будет висеть священный знак. Она будет об этот знак длиться, бедная там, ну жалко лучше мне в таком случае. Я просто раз наблюдала, когда вот такие вот подселения не происходят там вот на сексуальной какой-то почве, на пьяной какой-то почве. Это вообще как бы, это вообще зверюшки. Я же за зверюшек стараюсь и не говорить сейчас. Ну вот эти зверюшки, я имею в виду, которые сейчас вместо людей больше не стоят. Ну я имею в виду, да, я говорю в том, что по моим наблюдениям я еще не видела, слава Богу, многих страшных вещей не хочу видеть. Ну согласен, оно подселяется, еще обменивается. Ну эти вещи я видела. Например, женщина какая-то проклятая, с ней в незаконные половые отношения человек вступает, берет себе ее бесов. Или мужчина какой-то проклятый и вместе с семенем и с отпечатком своим энергетическим дает свое родовое проклятие женщине. И в частности бывают люди, у которых родовое проклятие от какого-то мужчины, который им даже не отец, не первый муж, вернее, не первый мужчина в жизни их матери, а какой-то там чуть ли... Вообще, один раз они там легли, но он уже ей дал свой отпечаток. И уже дети потом это имеют. Что такое? Ну там есть энергетические практики, с родовой информацией это стирать. Я просто очень много работаю с беременными, очень много работаю на телесных. Давайте как-то может выберем время, но это, наверное, уже не этот раз, когда я в следующий раз приеду, как практическое занятие проведем. Хочу учиться. Ну давайте. То есть описывается важность и ношения священных знаков в районе Каны, Еремной Падины. И еще желательно носить священные гуссы из свазохи, тулоси или базилика. Свазоха, тулоси и базилик это как одно и то же растение. Но на поресе она свазоха, в Индии и тулоси, а в Средиземномории базилик ее разновидность. Дело в том, что ту лоси она древовидная, она очень большая, крупная, а у нас базилик это травка. Вот смотрите, базилик трав, тулоси она древовидная, но не очень большая. В рост человека я у индусов спрашивал, они говорят нету. В свазоха ее мало, она растет в болотах, но она может быть и выше человека. Это такой кустарник очень уже мощный, очень крупный. Иногда получается как несколько стволов. То есть говорят, вот как единое такое дерево с многими ветками, оно не растет, а вот как очень мощный куст, переходящий в дерево, вот так оно там есть. По сути дела, между вишней и чересочней тоже есть разница, но оно с единой семьи, так и вот это близкое тоже одно другому. Также в брошюре здесь описывается, как вырезать некоторые деревянные обереги, которые могут быть оберегами и гармонизаторами в нашем жилье или на работе, например. Это было бы интересно вот такие какие-то правительские занятия. Ну давайте. Вообще, прикладные какие-то вот вещи, которые люди могут попробовать применить в домах, или всегда насчет работы. Давайте. Вот это то, что было бы правильно. То есть, если даже сейчас у вас есть четыре бусины прямоугольные и канцелярский нож круглые. Давай на следующий раз скажешь, что надо заготовить. И мы это все дело заготовим. Идет какие-то... То есть, нужно заранее составить программу, может быть, по каким-то вот таким... Да, давайте... И так будет как-то, вот, практически занять. Это будет намного неинтереснее. Да, будешь, сколько там всего интересного. Знаю. Хочешь посмотреть книгу? Хочу. на старом. Специально для тебя приедешь. Спасибо. Это вот текст, написанный Аум Арасей. Называется «Начало заката». Я ее зачитал трошки на таком состоянии. Это как рабочий текст, которым он занимается. Писание перекладенное самому Минцестора писал. Да, да. Это имя это пальма, да? Да. Айка. Межислава. Ильбшит. Где-то 2000 до исхода. То есть, было пара сотен лет назад. Один из львовских священнослужителей рода Минцестора сделал перевод. А вот такой орнамент? Орнамент. Ну, это один из каноничных орнаментов, которые последователи рахманской традиции используют. А вот скажи мне сейчас, мы сейчас отправляем в школу, делаем всякие, пытаемся мантры, сейчас хотим прописать всякие вещи. Может, нам стоит применить какие-то такие вещи? Да, чего бы нет. Что именно или чего именно? Давайте, вот как один из советов, тризубовидный орнамент можно сделать перед потолком, то есть, вот стенка. Иногда люди на обоях вешают, знаете, такую ленту? Ну, с чем-то ты, не знаете? Поверху. Когда обои не до потолка доходят, а чуть-чуть они отстанут, ленту, видимо, клеют. Да, вот это вешают, Вот можно сделать из трезубцев такое. Страница. Вверх и вниз направо. Вот те, которые вот в таком квадрате будут. Нет, нет. Страница 49. Вот как раз ты держишь. То есть, здесь есть, как соколы, нисходящие и восходящие внизу со знаком Аллатырь или трезубцы сверху. Значение одно и то же. Это знак того, что духовно просветленные личности нисходят в материальный мир для того, чтобы помочь остальным вернуться в высшие миры. Как раз под учебный центр под что-то такое это... все же это взаимосвязано, потому что корни одни и те же, ты же понимаешь. Понимаю. Очень. Например, где-то в районе дверей... Дверей каких? Любых дверей. Одных. Это вообще орнаменты, предназначенные для вышивки, центральная часть. Смотрите, то есть, превратительно так. Но можно это перевернуть и использовать для дверей. То есть, тут у нас по центру вход, а вот это с обоих сторон и сверху от двери. То есть, с двух сторон дверей? Да. Ну, вот представьте, раздвигаете этот орнамент, одна полоска с одной стороны, другая с другой стороны. Делаем тогда уже не одно, а, соответственно, какое-то количество звезд, чтобы оно соответствовало. А не восьми количествах? Да. Полоски. Насчет... Или полоски одной звезде. Или можно созвониться и уточнить, какое лучше выбрать количество там, например, тех же звезд в какой-то конкретной ситуации. Сделать так. А по сторонам света как-то ориентироваться? На что же связано, я так понимаю? Ну, я сейчас говорю о самом таком простом, чтобы даже это не требовалось. Знак Алатыри — это гармонизатор, он везде работает. Ну, все равно, в какую сторону. Ну, да. Это знак равновесия, гармонии во Вселенной. он работает как в Атоме, так и везде. Ну, по образу и подобию ты же все понятно. Вот так же разнообразные трезубцы присутствуют на 46-й странице. Тоже там некоторый выбор такой интересный есть. некоторые орнаменты, которые можно использовать или как окантовку вверху стен перед потолком, или как по центру стен, например, можно пустить. Присутствуют, например, на 50-й странице. Первые верхние три можно пустить даже по низу. Низ стен ближе к полу. Им там тоже будет нормально. на 50-й странице нижние два тоже по низу нужно пустить. На 53-й 3-й сверху его можно что по верху что по низу пустить. Да, спиратный. Да. Если есть желание, можно все найти, все что надо и разобрать. Если сейчас какой-то конкретный знак нужен, прошу спрашивать. Вот, например, у Родослава на шее присутствует священный знак Акси. А я его знаю. Это тоже один из священных знаков славян. Он не присутствует в брошюре, тем не менее есть. Понимаете, брошюра маленькая, тоненькая, а священных знаков огромное количество. А вот скажи, на 52-й странице самый нижний. 52-й самый нижний. На что с ней? Ну, это что он означает? очень благоприятный знак означает гармонию между духовным и материальным. То есть его использовали для того, чтобы мы свои высшие духовные качества могли проявить в материальном мире. И в частности он разрушитель препятствий. очень часто применяются такие мотивы. Русский север очень часто применяют такие мотивы. Поэтому для меня с этой точки зрения очень знаком. Что есть, то есть. Наш украинский это на следующей странице наш украинский. Мне же интересно такое слышать. Почему? Потому что это древние вышивки, древние орнаменты, которые являются одновременно и русскими, и украинскими. Это изначально они наши. Ну я имею в виду, что с детства как-то больше привык к этому. Ну да, в частности ты же вообще сказал, что здесь в этой местности старались даже белым по-белому вышивку. Как я вижу в каждой местности есть какие-то свои особенности. Но это все-таки как изначальные варианты, которые советуются всем, которые здесь я постарался выбрать только самые универсальные знаки. На основе писаний, на основе того, что Ролен Провислав говорил. Вот смотри, на 52-й странице третий снизу, да, вот такой полоской его можно только полоской, даже если сделать как обои, вся стена. Да, его можно развить, и будет не по три, а по девять. С ним надо, чтобы тройка была. Тройка, девятка, 27, и дальше. рот не пил. Он очень хорошо вот когда работает с людьми и разрушает старые какие-то убеждения, нужно хорошо работать с новыми, как бы выносить новое. Да, это прекрасный знак. В нем заказировано столько смысла, что только рад, чтобы он использовался. Я видел посудину с ним. У учителя, который обучал меня вырезать образы, посудина, на которой он есть. Глиняная посудина чем-то таким тонким, он там процарапанный на ней и заполненный чем-то белым. Ну, то есть сама посудина цвета глины и белым сделан этот орнамент. Получается белым по такому темно-красному. Даджи, мы о том говорим? Вот это? Вот это как? Ну, да, 52. снизу, Сюда очень мелко не вижу. Четыре. Ну, три. Еще когда выращается. Ну, три, три надо слабить. А, это что, три ряда? Ну. Второй снизу, это как более упрощенный и облегченный вариант этого орнамента. А, Третье снизу. Угу. А систематизация какая-то есть этих знаков? Систематизация не знаю. то есть... Каталоги видел. Меня больше не каталоги интересуют, меня больше интересуют... образы, то есть каждый знак в семье несет какой-то образ. Я так понимаю, что этими знаками всеми можно как бы разговаривать. Есть, конечно, я с этим согласен, но, поскольку в этой брошюре мы пытались соединить и коротко описать три такие темы, как священные знаки плюс вырезанные обереги плюс вышивка, то что есть, то есть. 64 страницы всего лишь. Я так понимаю, что это вообще просто обзор. Да, обзорная и общий познавательный. И плюс не просто, чтобы там какие-то были общие слова и никакой конкретики, а здесь преследовалась цель сделать это общим и в то же время дать конкретные знаки, которые можно хоть сразу же использовать. А сейчас, поскольку вот уже брошюра о священных знаках будет именно сделана только про знаки, это все будет убрано с нее, то в следующих брошюрах я думаю, что будем каждое развивать отдельно из этих тем. То есть, насколько я понимаю, раньше на вышивке можно было как паспорт человека, то есть можно было вышивку читать и понимать. Можно было и так сделать практически описание себя. Здесь таких орнаментов нет, как видишь, здесь очень такие относительно простые и очень универсальные, чтобы они подошли практически любому человеку. Не то, чтобы любому, но большинству нормальных духовно развивающихся славян. Насколько я понял, тут обзор просто был, а это мы использовали наиболее общие знания. Ну и кроме того, если выбирать какой-то конкретный знак, то он подойдет например тебе, а мне может не подойти, или наоборот, или тебе мне подойдет, а какому-то другому человеку не подойдет. Ну, насколько я понимаю. Там же уже идут конечно же и половые отличия, и возрастные отличия, и даже происхождение от разных вариантов славян тоже, то есть такой народ, другой народ, культовая принадлежность, там много разных критерий. Поэтому это уже конкретно под каждого человека. Ну и плюс сочетание тоже может быть в разном сочетании. Ну да. Ну я немножко другое имею ввиду. То есть я имею ввиду, что эти знаки в определенном сочетании ими можно вообще даже какую-то информацию... То есть ты имеешь ввиду, что так например есть какие-то слова, есть какие-то предложения, и вот здесь как предложение, но предложение состоят из букв, и вот чтобы буквы, то есть как основа из чего это состоит, как само это составляется, как это понимать. Лишь и в более простом смысле это наверное так, но я имею ввиду немножко другое. То есть образы, которые передаются. Ну да, есть такое. То есть можно